Приемные комиссии в вузах начали работать нынче еще в середине июня. И по-прежнему здесь, хочется сказать, шумно и многолюдно, но нет. В основном тихо. Хотя желающих учиться в вышке в регионе уже больше 20 тысяч. Просто документы в основном принимают не глядя, глаза в глаза. В период пандемии для каждого абитуриента свои онлайн-платформы, где они могут отправить копии документов и заполнить необходимые заявления. Важный момент. Оригиналы аттестатов в вузы сейчас не принимают. Подтверждением выбора университета служит онлайн-заявление на согласие зачисления. Например, для первого этапа это 22-23 августа, для 2-24-25 августа. Соответственно, когда абитуриент видит, как изменяется конкурсная ситуация, например, он подал заявление, ну, условно, в середине июля. Сейчас он видит, что конкурсная ситуация для него благоприятна. Он был готов подать заявление о согласии, тем самым все сказать, что все, зачисляйте, если баллов хватит. А мы не можем это заявление принять. Мы говорим, жди. Такой временный порядок зачисления был принят на прошлой неделе Министерством образования. Заявление приравнивается к оригиналам документов на период кампании. Кстати, подать его в несколько вузов не получится. Предприимчивых министерство будет отчислять после начала учебного года. К слову, в политехе принимать документы планируют еще больше полутора недель. Здесь нынче больше бюджетных мест, а вот желающих поступить в вуз почти то же количество, что и в прошлом. Лидер по популярности строительный факультет. В институте культуры музыкальной. А еще здесь сегодня застали живых людей, желающих поступить. Несмотря на эпидемическую ситуацию, вступительные экзамены будущие артисты сдают в привычном режиме. Провести творческий конкурс удаленно, говорят преподаватели, невозможно. Это, конечно, нам невозможно вне прямого общения все-таки выявить вот саму и творческую природу, почувствовать личность. Все-таки энергетически, когда ты воспринимаешь человека, ты считываешь гораздо больше. Ты считываешь его, ну, его просто поле эмоциональное. Перед руководством педагогического вуза тоже встал непростой вопрос, как принимать нормативы для института физкультуры. Бегать дистанционно и подтягиваться мы не можем. И плюс было очень много у нас споров и советов с коллегами из других профильных вузов, где готовят спортивных, так скажем, кадры. Но мы приняли решение, что это будет тестирование. Однако сами абитуриенты все равно готовятся к предстоящим испытаниям и, несмотря на закрытые двери, приносят документы в вуз. В этом году, да, сложно. У многих ребят были сложности. Многие не сдали. Хотели тоже в ПЭД поступать, не получилось, потому что экзамены не сдали. Сегодня экзамен первый будет. Дается два дня. Деля, там гимнастика и бег. Ну и как у вас настройка? Пока боевой. Я не, как сказать, не особо был готов к этому. И когда приехал, столкнулся с тем, что приемная комиссия закрыта. Но благо особых трудностей это не вызвало и документы все равно были приняты. Несмотря на коронавирус. Кстати, и в педагогическом на бюджет нынче поступить проще. Количество мест увеличилось, но абитуриентов больше не стало, как и не изменились и самые популярные специальности. Физкультура и лингвистика в приоритете. Что касается платного обучения, в пандемический год будущим студентам пошли навстречу и в основном не стали повышать цену на обучение. К слову, в каком режиме вузы начнут учиться, онлайн или все-таки традиционно, в приемных комиссиях нам не сообщили. Скорее всего, решение будет принимать руководящий состав учебных заведений чуть позже. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком. Продолжение следует.